Ну, человечество во весь свой исторический период всегда пыталось проникнуть за пределы Земли, за пределы нашей галактики, чтобы познать мир. Это нормальный процесс познания. То, что американцы фантазируют и отбирают, я думаю, что это космонавтов для полета в 2020 году на Марс и предлагают России, это я уж так определился, потому что Советский Союз, по идее, был космической державой. Россия, конечно, уже не та космическая держава, не тот гигантизм в этой области. Я думаю, что это некие пиар-шаги. Американцы еще до конца не догазали, были ли они на Луне или это голливудская постановка была, потому что существуют те книги, которые говорят, что Лавер Амстронг и Борман облетели в 1968 году на Аполло-8, запущенной Сатурном-5 с мыса Кеннеди впервые Луну. А потом уже соответствующие космические корабли посещали Луну и Аполло-11 даже высаживался первым. Недавно, кстати говоря, космонавт первый, который высадился на Луне, умер господин Армстронг и был похоронен в Тихом океане по традиции морских летчиков или моряков, как угодно здесь можно сказать. Я думаю, что все-таки это некий пиар-ход, потому что американцы начали пользоваться в последнее время нашими ракетоносителями для того, чтобы выводить даже свои спутники на околоземную орбиту. Они разобрали полностью стартовую площадку для Сатурна-5, хотя был ли Сатурн-5, это еще вопрос. Я думаю, что, скорее всего, они остановились на Сатурне-2, который выводил на околоземную орбиту, то есть развивал первую чуть-чуть поближе ко второй космической скорости космические корабли. И запускал не 110 тонн в космос, как это было с Аполлом, а запускал на орбиту не более 20 тонн. Поэтому сегодня, я думаю, это некая пиар-акция для того, чтобы аккумулировать средства, аккумулировать какие-то научные познания новые, потому что какие знания должны быть. Ну и, конечно, поставить задачу для себя создание нового космического двигателя, ведь надо развить почти третью космическую скорость, а это более 15 тысяч километров в секунду. И причем надо еще выстроить такую систему жизнеобеспечения не только в космическом пространстве, но и уже на вот этой, по-моему, если моя память мне не изменяет, желтой планете Марса ее называют. Нас они это дело вовлекают, потому что понятно, что здесь надо аккумулировать средства, здесь надо аккумулировать знания. Ну, я бы очень глубоко бы взвесил все эти вопросы и как раз привлек специалистов Академии наук, которые еще у нас есть, Космический институт Академии наук, хотел сказать, СССР, России на сегодняшний день, которые довольно хорошие экспертные оценки может дать по этим проектам. Я бы не спешил ввязываться в эту авантюру.